Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну Режиссер Лучше просто режиссер Кино в моей жизни было один-два раза А вот театра много И желаем, чтобы было еще Если хотите Если вы хотите Если вы хотите, да Егор, мы на самом деле очень рады вас видеть Искренне, честно Да, еще такой повод Мы сразу его начнем Дело в том, что 21 июня в 14.00 на ВДНХ Если не ошибаюсь Состоится ваш спектакль «Без слов. Всюду жизнь» Такая хореографическая постановка, правильно сказать? Нет, неправильно совсем Это спектакль «Без слов», потому что там есть хореография Но это не балет И артистов, пожалуй, актеров Там участвует больше, чем танцовщиков То есть это ни в коем случае не Не пластическая постановка Это просто спектакль «Без слов» Там люди живут, но не произносят ни одного слова Там постоянно играет музыка Поэтому какие-то вещи решены через движение Но это ни в коем случае не Это скорее, знаете, как Воплощенные пластические внутренние диалоги и монологи артистов Да, я смотрела, между прочим Я в курсе Что же вы тогда? Не успел, да, я не знаю, как правильно сформулировать Но что интересно, этот спектакль благотворительный на этот раз Да То есть вы все вырученные средства даете в фонды Потому что идет такая программа сейчас Ну да, это, собственно говоря, большой третий форум Социальных инноваций регионов И я, если честно, не знаю подробностей Но вы знаете, в последнее время Так много благотворительных программ и так много подобного рода вещей Я думаю, что ты иногда даже не успеваешь отметить, с кем именно сейчас И что именно сейчас происходит Это неважно по большому счету Делайте доброе дело Да, раз и во-вторых Во-вторых, в очень благородной такой приятной кампании Там будет еще несколько спектаклей И этот спектакль тоже, я уверен, заслушивает внимание зрителя Да, и все вырученные средства от этих спектаклей Они пойдут в самые разные, в пять фондов В пять благотворительных фондов Можно чисто праздный вопрос? Мне интересно Вот смотрите, спектакль играется летом Жарко, два часа дня Каково это вам, артистам? Это создает какую-то дополнительную трудность? Мы еще не поняли Может был опыт такой Был, конечно Спектакль Всюду Жизнь, вот наш Он отличается тем, что его можно играть где угодно И мы уже успели однажды его сыграть на театральном фестивале в Сокольниках Потом мы играли в Краснопресненском парке Однажды мы играли его в парке Зарядье Сейчас будем играть его на сцене Зеленого театра Но я думаю, что когда мы играем Мы меньше всего думаем о том, какая на улице погода Главное, чтобы дождь не шел Хотя можно попробовать и под дождем Еще не было такого опыта А если говорить про зрителей Он быстро летит, этот спектакль Час десять, он всего лишь навсего хронометраж А по внутреннему таймингу он проскакивает еще быстрее И, Егор, все площадки, которые ты перечислил, они открытые А вот специально этот спектакль поставлен под открытым То есть его можно также играть и в закрытых пунктах Мы его играем, как правило, в театре Просто, когда этот спектакль создавался, у меня было желание поставить универсальный спектакль Спектакль, который существует вне времени, вне пространства Настоящий театр Вне каких-то специфических проблем, который понятен каждому И может быть сыгран везде, где угодно, не только на любой площадке, но и в любой стране мира Друзья, у нас небольшая пауза Чтобы наш спектакль продолжился, надо его оплатить Реклама, дорогие друзья Ну признайся, Лиза Вот ты мне говорила, перед тем, как Егор придет Сказала, я немножко волнуюсь Вот ты сейчас волнуешься Конечно, Егор, я вас обожаю Я слежу Может быть, водички или кофе Да-да-да, теперь уже Егор На самом деле за эфиром мы Егору предлагали Теперь уже Егор предлагает Друзья, слушайте, я ошибся, я сказал, что 5 благотворительных фондов И их на самом деле гораздо больше Это 5 спектаклей, которые будут играться в Зеленом театре А фондов гораздо больше Егор, тогда еще раз даты Я люблю, когда адресного С 19 по 21 Наш конкретно спектакль «Всюду жизнь» играется 21 числа днем Июня На площадке Зеленого театра ВДНХ Супер Да, в 2 часа дня мы выходим на сцену Смотрите, вот сейчас у вас достаточно много проектов Мы вас объявили как режиссер и хореограф Вот режиссерские работы сейчас какие-то уже появляются новые Что-то готовите? Есть чем поделиться и хватать ли времени на это? Ну, вы знаете, я просто не про все хочу рассказывать Не про все могу рассказывать А вот про то, что я могу рассказывать Это с удовольствием В Ярославле, в Волковском театре После Нового года В районе марта месяца у нас выйдет мюзикл «Еврейское счастье» Композитор Игорь Зубков А либретто моё Стихи Евгения Ряшенцева А пьеса будет написана Сергеем Плотовым И я думаю, что в большинстве своём Мне так кажется Весь спектакль будет представлен именно труппой Волковского театра Если возникнет необходимость кого-то позвать Может быть и позовём Но мне почему-то кажется, что театр настолько оснащён Вот актёрский Я уже с ним умею дело не в первый раз Что они замечательно справятся Потом у нас будет ещё один спектакль Я не знаю, правда, насколько можно и уместно сейчас о нём говорить Потому что это независимый театральный проект Он будет жить в определённом месте В самом центре столицы Вот я вот на вашем баннере практически это место вижу У нас здесь садовое кольцо В Сухаревке, да И ещё два проекта у нас сейчас на МАЗИ Один связан с Клоунадой Другой связан тоже с мюзиклом Но это, скорее всего, будет лицензионный мюзикл Но, тем не менее Это тот уникальный случай Когда я готов работать с лицензией Обычно я не соглашаюсь на подобного рода Вещи мне не очень интересны Мне интереснее придумывать самому Но тут такая интересная, прикольная история для детей и взрослых Что я надеюсь, что она всем придётся подушить Тоже не буду сейчас говорить Это франшиза Смотрите, а вам с кем вообще легче работать? С танцорами или с актёрами танцующими? Вот это имеет значение? Да нет, ну тут это практически И удобно работать с теми людьми, которые тебя слышат Которые умеют предлагать, но при этом без наглости То есть они не считают, что тот вариант, который они предлагают Это самый правильный Они всё-таки идут за режиссёром Но хотят ему поговорить Интересно работать с инициативными людьми Интересно работать с людьми думающими, чувствующими И вот я надеюсь, что в скором времени у нас появится своя площадка Своё место И оно, возможно, появится на базе культурного центра В Строгино «Современник» И мы с Божьей помощью там, ну и с помощью города, конечно Сможем создать школу исполнительского мастерства «Шим» В рамках которой будет и танцевальная школа «Кет» Команда Егора Дружинина И там же мы будем играть спектакли И я надеюсь, что те студенты, которые будут ходить в эту школу Они же станут труппой этого центра И я уверен, что вот они как раз с нашей помощью смогут сформироваться Как такие уникальные артисты синтетического жанра Сейчас уже, по большому счёту, театр настолько раздвинул свои границы Что говорить о том, что необходим только драматические артисты Или, например, только поющие артисты Или только танцующие невозможно Все последние работы, театральные, которые сейчас Приезжают в том числе в рамках Чеховского фестиваля к нам Они доказывают, что артист становится полноправным художником И пользуется всеми возможными средствами Для того, чтобы органично и, главное, убедительно существовать на сцене Ну что, и мы мультиформатные После беседы песни, дорогие друзья, скоро вернёмся Настал этот день Эта минута счастья для Елизаветы Калини Потому что она дождалась Егор Дружинин сегодня Не рэперы, которые ходят ко мне Не спортсмены Сегодня Егор Дружинин Мне очень тоже приятно Но всё-таки это прежде всего для неё А, вот почему я тут Хорошо, понятно, спасибо Егор, смотрите Вот у вас такой сейчас период, как мне кажется Я же до вами слежу Вы уже признали за меня к вам в любви У вас много всяких, в хорошем смысле всяких Телевизионных проектов и таких, может быть, даже бизнес-творческих проектов Вот когда вы создаёте Ну то есть, мне кажется, чтобы создать там спектакль Что-то ещё, это нужно время Может быть, вдохновение Что-то ещё, какая-то тишина Вот когда вы это всё делаете? У меня нет никакого конкретного графика, к сожалению Наверное, к сожалению То есть, я жду Вот в этом смысле, конечно, нужна какая-то внутренняя самодисциплина Потому что очень важен тайминг Когда ты начинаешь какие-то проекты Особенно, когда ничего не подписано Когда нет никаких договоров Есть просто рукопожатия Какие-то договорённости, скреплённые рукопожатиями То очень важна инициатива То есть, ты должен Ваша Ну, от себя, в смысле Самоинициатива Да, то есть, ты всегда инвестируешь в какой-то будущий проект К сожалению, не всегда это заканчивается проектом Иногда То есть, результатом каким-то Да, иногда ты придумываешь синопсис Пишешь его Он всем нравится Но по каким-то причинам проект не может осуществиться Или тебе перестаёт нравиться работать с тем человеком С которым ты уже это придумал, предположим Продюсер, будь то, или партнёр Но найти время Ты обязан Среди своих домашних дел Минуя какие-то свои Прямые, там Ежедневные какие-то Рабочие дела И поэтому у меня условно Вся работа делится на два Ну, как бы Плоска Плоска, да Первое, это работа Не вынимая, не покладая рук Когда невозможно поднять головы Вот таким проектом сейчас, например, будет очередной шестой сезон танцев на ТНТ Да, который начнётся вот-вот А, ну всё Мы знаем, что Егор в жюри Ну, в смысле Ну, да Набирает команду Ну, если бы только в жюри Ну, да, да Быть наставником И быть членом жюри Это вообще две большие разницы И второй слот Это когда ты иногда приходишь к тем проектам, которые родились в твоей голове давным-давным-давным-давно И ты всегда готов их предложить, всегда готов их презентовать, всегда готов как бы их защитить, если в этом нужда Сейчас появится ещё и третий Я так понимаю, ну, что ли, вид работы Это когда вот, если осуществляется эта идея, эта мечта, я надеюсь, это произойдёт с постоянной площадкой То вот там придётся, конечно же, придумывать очень многое для того, чтобы потом создать ту схему, при которой школа и театр, ну, вот, культурный центр смог бы работать Без твоего ежедневного 24-часового в сутки участия То есть выстроенная система Её надо придумать, её надо предложить, её надо опробировать, потому что многое зависит от того, кто будет заниматься, как часто будут заниматься Кто будет приходить в центр и так далее Егор, как с этим мирится самый главный, четвёртый пласт, это семья, это супруга и трое детей Как? Как всё это? Ну, супруга вместе работает, помогает Органично, ну, да, но мы же, как бы, она в разной степени вовлечена в проекты Но тут вот что важно, они все в одинаковой степени постоянно вовлечены, так или иначе, в то, что я делаю Просто кто-то, там, Ника, например, может играть в моих спектаклях, но она о каких-то спектаклях может просто знать Но, тем не менее, без её, ну, как бы, ведомо ничего не происходит, её совет важен Если ей кажется, что, там, есть какие-то люди, которые приглашают меня в работу, которые не заслуживают, как бы, нашего внимания и доверия То она обязательно об этом говорит, я не всегда её слушаю и всегда, как правило, она оказывается права Права? Да Вот как Интересно Друзья, да, у нас небольшая музыкальная пауза сейчас, вы можете задавать свои вопросы 909-928-189-9 WhatsApp, Viber, SMS уже приходит, всё озвучено Не переключайтесь, мы скоро вернёмся Все так, это Страна FM 89,9 в Москве, 102-0 в Санкт-Петербурге, 742-я кнопка в Триколоре Страна FM, наш сайт, YouTube, для тех, кто пропустил, пожалуйста, вы можете пересмотреть это интервью позже У нас в гостях Дружинин Егор Да, друзья, ваши вопросы озвучиваю Егор, много вопросов такого характера Вы такой интеллигентный, порядочный, обожаю вас больше всех из всех наставников Ну, короче, здесь куча комплиментов И вот серия вопросов похожих Как справляетесь с конфликтами, которые в вашей сфере так или иначе постоянно возникают, конкуренции и так далее И как всё время быть на плаву, ну, я так понимаю, в хореографическом вообще бизнесе Ну, как повышать квалификацию и так далее Ну, что касается конфликтов, то я для себя установил следующее правило Никак не надо с ними справляться Нужно просто понимать, когда ты должен настоять на своём А когда ты должен отпустить или пропустить ситуацию То, что мешает работе или то, что мешает тебе самому Если ты понимаешь, что кто-то ведёт себя некорректно Если ты считаешь чей-то поступок некорректным, с этической точки зрения неправильным Или, может быть, просто кого-то нужно направить, что-то подсказать Может быть, человек сделал не по злобе, а просто потому что Ошибся Недостаточно правильно справляется точно со своими профессиональными обязанностями Такое тоже бывает И вот тут очень важно не перегнуть палку Потому что, будучи людьми эмоциональными, взрывными Мы иногда склонны к обвинениям А люди редко на самом деле пытаются что-то сделать для того, чтобы тебе навредить Есть и такие, конечно, безусловно То есть намеренно вы имеете в виду, да? Да, вот с ними, конечно, уже надо вести себя пожёстче Почему? Потому что у этих людей, как правило, есть такая привычка Если один раз у них получается свредничать Дальше они эту практику продолжают Поэтому зачем они это делают? Для меня загадка Но, скорее всего, они таким образом самоутверждаются Вообще самоутверждение — это очень важный такой как бы двигатель нашей жизни Мотиватор Потому что большинство людей пытается найти себя, реализовать себя Для того, чтобы понять, за что они сами себя могут уважать И вот эти люди, они, наверное, могут себя уважать за то, что, принизив других, они сами себе кажутся больше, важнее Вот с ними я просто предпочитаю не связываться Потому что, мне кажется, это не столько, ну, какой-то стиль жизни Это природа, это плохое воспитание, может быть, или дурной характер Или что-то в этом роде Это не изменить, скорее всего Лучше их просто как вот на дороге Лучше сумасшедших объезжать Дай дорогу дураку Егор, а ты взрывной? О, да, да И, к сожалению, я не могу, ну, похвастаться этим качеством Оно не всегда полезное Оно полезное в творчестве, да, безусловно Особенно в исполнительском творчестве Я-то в основном за кулисами Поэтому вот эта способность эмоционально реагировать на какие-то вещи Она не всегда приводит к хорошему Вот когда ты на сцене, да, это тебе дает объем, раж Четкость в том, что ты делаешь И амплитудность, и так далее Но в постановочной работе Да, кураж нужен Актеры понимают, когда постановщик непассивен Когда он может вести за собой Когда он инициативен Когда он умеет заразить тебя своей идеей Они сразу чувствуют себя нужными И это действительно так Есть режиссеры, которые удивительным образом Не проявляют никакой инициативы Они считают, что актеры и так сами по себе Почему-то должны Что-то делать Да, никто, особенно в творческой профессии Только за то, что они получают зарплату Небольшую, кстати сказать Особенно в репертуарных театрах Не будет считать себя обязанным за тобой идти За деньги? Нет Конечно же, всегда за идею Всегда за интерес Всегда за игру Поэтому, конечно же, оставаться живым Очень-очень важно Вот А что касается второго вопроса Повышать квалификацию Да нет, тут Дело случая в том числе Конечно же, нужно быть хорошим профессионалом Но Это очень все относительно У нас Мы только-только начали формировать Шоу-бизнес И вот такой хореографический мир Начал танцевальный складываться Вне академических театров балетных Только сейчас Вот-вот У нас, вдумайтесь в это В России Ну, буквально, может быть Пять-шесть Труп Современного театра Современного танца Прошу прощения И Две-три из них находятся в Москве А все остальные находятся Там В Екатеринбурге Есть В Перми Есть Это крайне мало Это крайне мало Поэтому говорить о том Что нужно сделать Для того, чтобы в этом бизнесе Остаться на плаву Еще рано Так сложились обстоятельства Что Там Я Там Алла Сегалова Духова Вот эти имена Были там На слуху всегда А Благодаря Проекту танца Стали еще возникать Какие-то имена И фамилии И запоминаться зрителям И Приятно то, что Вот ребята Которые начинают танцевать Они Делятся ровно на две категории Одни Как бы хотят подражать Своим кумирам И И тянутся к ним Что очень На самом деле приятно А другие Наоборот Не признают никаких авторитетов И им абсолютно плевать Кто там Хотел строить свое Да-да-да Они Они считают Что мы все попса Тако олдскул уже Да-да-да Не олдскул А именно попса Попса, да-да Ну ты как хочешь Это назови Они Особенно ребята Которые Формируются на улице Ну как бы В уличных Таких альтернативных Движениях Танцевальных Они в основном Ну смешно Становится тогда Когда они Сильно Хайя нас Там В каких-то своих кругах При этом приходят На кастинги танцев Это действительно И смешно И трогательно И приятно Друзья Небольшая пауза Скоро вернемся Егор Дружини У нас в гостях Сегодня на стране ФМ Лиза Калинина Майк Войс И Егор Дружинин Конечно же здесь У нас Мы не разошлись У нас еще один выход есть Меня тут начали Вы знаете За эфиром подозревать Все ли я здесь понимаю Когда машу головой Лиза все Честно Две картонки В мгемонии Просто так мне дали Друзья 21 июня В 14.00 В Зеленом театре В ДНХ Спектакль Без слов Всюду жизнь Я хочу просто Поделиться Аудиторией О чем мы говорили Сейчас за кадром Так скажем Танцовщики Которые изначально Принимали участие Вот когда спектакль Ставился Несколько лет назад Они же и танцуют По сей день Да Ну не танцовщики А вообще все Артисты Артисты Да Да Спектакль Всюду жизнь У нас большая труппа Получается у этого Конкретно спектакля И все хотят играть И у нас большая проблема Иногда бывает Кому отдать предпочтение В тот или иной спектакль Мы пытаемся все время ротировать Сегодня один играет Завтра другой играет Труппа большая И кто-то приходит в спектакль Но таких людей немного Но почти никто не уходит Таким образом же можно сказать Что нет основного состава А вот есть вот эта постоянная ротация И все и есть основной состав Дело в том Что вот Лиза видела спектакль А ты не видел Вот если ты придешь в 21-й Ты поймешь Что там нету Ну как бы там нету главных героев Там каждый герой главный герой И нас много Мы уменьшили немножко труппу Для того чтобы удобнее было Спектакль эксплуатировать Но изначально Там было порядка 20 девушек И порядка 5-6 парней Ну такой спектакль я пришел Да-да-да Ну приходи А вообще вот про умение Отказать и говорить нет Это сейчас легко дается Или вот вообще по жизни Говорить нет Говорить нет Да Мне всегда это было тяжело И я никогда этого не умел И от этого рождалось Огромное количество проблем Ты взрываешься дальше Дальше и дальше Ты не умеешь сказать нет Ты говоришь А может быть Если Вот я подум Посмотрим Дайте время Ну и так далее И так далее Нет для меня Это всегда было сложно Ну просто сейчас Вот когда говорили Про выбор Актеров Тоже же надо сказать Ну сегодня ты Прости Ну тут ребята Слава богу Все с головой И они понимают Что происходит И понимают Что все одновременно На сцену выйти не могут Главное другое Главное Соблюдать справедливость Если сегодня Ты играешь Значит завтра Будет играть тот Кто еще есть На этой линейке Еще иногда бывает так Что у нас есть ребята Знающие несколько линеек И вот Они как наша палочка В ручалочке Когда кто-то не может Ну как бы Некрасиво По отношению к ним Все время Затыкать им дыры Например Но не давать им Возможности играть Поэтому вот таким Ребятам Которые Артистам Которые знают По нескольких линейках Их еще называют Свингами Мы всегда Даем возможность Играть По возможности Если только Они сами По какой-то причине Не откажутся Спектакль У всех Бывают разные Обстоятельства Конечно Все у нас Уже взрослые С детишками С семьями Так что Мы прислушаемся С детишками Тоже можно приходить Да Можно и нужно Приходить Потому что спектакль Такой что Его и дети Замечательно Да Смотрят И старички Вот Друзья Ну что же Мы У меня столько На самом деле Вопросов Поздно начали Егор Спасибо огромное Не за что Я хочу просто повторить Друзья Что 21 июня В 14.00 Зеленый театр В ДНХ Стоит спектакль Без слов Всюду жизнь Всюду жизнь И это спектакль Благодворительный То есть Билеты недорогие Между прочим Билеты совсем недорогие Мест достаточно Да Пожалуйста Покупайте Билеты Заходите На сайт Форума Форум Социальных Инноваций Регионов Третий форум Заходите туда Приобретайте Билеты Пожалуйста Потому что Все эти Деньги Пойдут На Благое дело Спасибо вам огромное Желаем удачи Спасибо что пришли Рады знакомств Спасибо большое Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну